Здравствуйте, друзья! Это Юра Шибанов, актер театра и кино и местный провокатор. Мы разговариваем с, не побоюсь этого слова, богиней. Сейчас выясним, кто это, по ее мнению. Кто, по твоему мнению, такая богиня? Ну, если мы про женщину говорим, кто она? Ну, для мужчин, если она богиня, она кто? Ну, я думаю, что для разных мужчин понятие богиня это будет разное. Ну, ты как женщина мне ответили на мужчины. Ну, если говорить мне со своей точки зрения, как со стороны женщины, я считаю, что богиня это та, которая имеет в себе несколько характеристик. Это мудрость, это красота, причем красота не по каким-то стандартам, а красота для всех разная. Мудрость, красота, нежность и доброта. То есть богиня злой не может быть? Я считаю, что нет. Тогда это не богиня, а кто? Двери закрываются. Божество. Нет, богиня тоже, оно не зло. Я, вот и следующий мой вопрос, чем богиня от божества отличается? И для меня женщины не богиня, а не божество. Сложный вопрос. Я сейчас разложу, смотри. Богиня это звезда, божество это, как ты думаешь, что? Если мы берем, что богиня это звезда, созвездие. Созвездие, интересная мысль. Понимаешь, да? А мужчина для созвездия это в личный путь. Вау. Понимаешь, да? Интересно. В этом отличие, да? Поэтому возможно, божество, но там не зло, там строгость. Понимаешь? Строгость у божества. То есть она строга с мужчиной. И она понимает, что сейчас мужчина, если он начинает ей что-то говорить, и это некомфортно в этот момент, то значит она... То есть божеству может все, но не все полезно. Да. Понимаешь? Как и богиня. Поэтому вот у меня к тебе вопрос. А что не полезно для божества, на твоем взгляд? Что не полезно для женщины? Давай проще сбросим. Просто мы уже априори понимаем, что женщина, любая женщина, божество. Просто какая-то себя не открыла и не осознала еще, а какая-то уже готова к ответу, как ты. Вот мне ответи тогда. Что не полезно для женщины? Что не полезно для женщины в отношениях с мужчиной? Да, да, конечно. Быть... Во-первых, занимать его позицию, пытаться занять его позицию, то есть стать властной, грубой. Это вообще не женская позиция. То есть это не полезно? Это вообще не полезно. Это наносит урон всему. И детям сложно с такой мамой, и мужчине. И не всякий мужчина это выдержит. Он может просто уйти от такой женщины. Ну и потом все это переносится на переживания детей и все остальное. Наверное, я думаю, что это основное. Ключевое. Это ключевое. Да, женщине нельзя быть грубой с мужчиной и за ним пытаться занять его позицию. Хорошо, тогда вот такой нападок на тебя сейчас будет. Если женщине нельзя быть грубой с мужчиной, а мужчине с женщиной можно быть грубым? Нет. И я тоже, понимаешь? Бьет, значит, не любит. Это мой ключ просто. Бьет, значит, не любит. Или недолюбливает, понимаешь? То есть перестанет бить, будет любить. Вот и все. Вот и все, друзья. Согласна. Грубым вообще друг другу не нужно быть. Я думаю, что вообще грубость для любого человека, это, ну, имеет такую черту характера, это... Это не божественно. Это вообще выдуманное, придуманное. Мы с таким не рождаемся. Мы с такой характеристикой не рождаемся. Мы ее впитываем, сходя из социума, какой-то, может быть, какой-то... От родителей, от друзей, от улицы. Какой-то части от родителей, да. От тех немудрых, неготовых девочек или мальчиков, которые начинают включать корону, например, да, обозвывать и так далее. То есть мы с этим сталкиваемся в школе, в начальных классах, в садике даже. Да, по ступеням. Сначала семья, потом социум. Да. Да. Хороший такой вопрос у тебя будет сейчас. Скажи, пожалуйста, вот деньги и женщины, что это? Какие между ними отношения должны быть, на тот взгляд, чтобы это было божественно? Есть границы между деньгами, которые, так скажем... Ну, давай я буду со своей стороны говорить. А со своей иной? Для меня, например, деньги – это обеспечение своей жизни, своих потребностей и жизни семьи, да. То есть есть излишек денег. Здесь уже начинается большая путаница в плане понятия, а нужны ли эти деньги, не нужны. То есть девушки иногда неправильно понимают, когда говорят, например, что мне мужчина должен, там, это, третий, пятый, десятый. То есть где-то просто в социуме нахватались чего-то. То есть они видят красивые картинки, они хотят то же самое. И у них начинается путаница. То есть они думают, что им это нужно. Им вот это богатство нужно. Как распутать их? Я думаю, что вот сейчас очень много тренингов существует. Мне прямо до смешного от этих тренингов. Нет, не тоже. Например, как на встрече с мужчиной, первым мужчиной, с ним только познакомиться, на первой встрече сидеть и вибрировать какими-то местами. Агиной, что ли? Нет. А чем? Скромными или нескромными местами. Тем самым ты своими вибрациями… Я имею в виду вагину. Ну да. Будем откровенно прямо говорить. И вот, типа, когда ты выбираешь эти места, таким образом ты посылаешь какие-то вибрации. Ну то есть я к тому, что вот разные такие курсы, которые обучают вот этому. Я против таких курсов. Я считаю, нужно вводить курсы, учить девчонок, например, там, не знаю, может быть, с лет 14-16, объяснять, какой она должна быть девочкой, пояснять, что такое женщина, что она должна нести в этот мир и в жизнь. И потом, если в жизнь в семью, и потом, если у нее складывается с самого раннего детства понимание, ее предназначение, понимание, что такое вообще деньги, что такое… То есть она должна таким образом формировать ценность всего того, что ей, что она должна нести в этот мир. То есть ценность, например, несет свою доброту, заботу, нежность в семью. Она обратно получает намного больше. И вот если, каким образом, женщина всегда приумножает. Приумножает? Да. А мужчина что делать? Вот смотри, если женщина мужчина, он ей отдает эмоции мужчины, женщина всегда приумножает. Это сто процентов. Мы сейчас не про деньги. Вот смотри, когда женщина складывает в голове картинку о том, что для нее важно, что она должна вообще нести и для чего она создана, у нее деньги вообще не на первом плане. А что на первом? Вообще, на первом это, опять-таки, со своей стороны, это искренность со стороны мужчины, любовь и забота. Например, богатый мужчина, ты с ним строишь отношения, но он к тебе плохо относится. Нужен тебе такое. Что значит плохо относится? Оскорбляет, не заботится, просто тебе деньги вот дай. Ну, у тебя есть деньги, ты ездишь на машине, ну, например, день рождения твое, он тебя особо как-то внимания не обращает. Ну, а можешь ты сказать, что такие женщины шлюхи просто? Ну, раз на деньги такие. Ну, ладно, с низкой социальной ответственностью. Ну, у них есть определенный, как сказать, нет, я не могу так про всех сказать, что если девчонок... Ну, подожди, не про всех, про некоторых, я же тебе не говорю про всех. Ну, для меня... Ну, когда же еще шлюха? Давай, примойте вопрос. Я думаю, когда ее вообще, в принципе, не интересует ее женское предназначение. Она чего-то где-то там бегает, ищет, и в основном ее интересуют, да, просто деньги, а потом, я не знаю, к какому возрасту, к разному, она просто себя растрачивает, и в итоге, ну, по-разному, там, заканчивает жизнь, я уже не знаю, это тоже такая, такая большая тема. Я хочу ввести понятие духовная шлюха. Ух ты, это что это будет такое? У меня духовная шлюха, вот та самая, которая не думает о том предназначении, которая потребляться, так скажем, которая создана, создала себя и свой мир окружающий с точки зрения потребности материальным, с точки зрения потребности в том, чтобы, что ей кто-то что-то должен, да, никто никому ничего не должен, согласны с этим? Вообще, в принципе, никто никому ничего не должен, но когда мужчина с женщиной в отношениях, у них уже возникают обязательства. Вот, обязательства и женщины, это разные вещи. Ну да, да. Я должен или я обязан, потому что ты делал ответственность за себя, понимаешь? Когда ты говоришь, ты мне должен или кто-то должен кому-то, это значит перекладывание ответственности на другого. А когда есть обязательства, я беру, обязываю себя, да, перед самим собой в первую очередь. Я только не даю слово, я его держу как мужчина, понимаешь? Я тебе, ну, дал слово, я его держу. Я не буду, не буду слово обещаю. Да, я не обещаю, я даю слово, слово мужчине. И тут то же самое должно быть у женщины, она должна держать слово, обязана держать слово, если она внутренне готова к этому. Если нет, будем разговаривать. Да. Вот. Скажи, пожалуйста, кто такие любовники? Любовники, я думаю, что это люди, которые нашли себе просто половину, ну, там, девушку, мужчину для разовых утех. Это секс и все, да? Это секс и все? Да. По мне, да. Смотри, я тебе дал книгу, прислал тебе книгу, только для богини. Вот, она есть в сети, пусть почитают люди, кто это слушает сейчас. И там одна из ключевых вещей, которая сказала мне жрица, она сказала, что высшее доверие женщины к мужчине это секс без денег и без подарков. Ты с этим согласна? Да. Я тоже отвлекаюсь, потому что за деньги любая дура сможете, ну, по большому счету, понимаешь, за подарки то же самое, а ты попробуй прими мужика, ну, там, пока ни с чем, пока ни с чем, и сделай из него кого-то, помоги ему стать тем, поверь в него и в себя, и в вас самое главное. Сто процентов. Вот. Причем я даже на своем могу примере говорить, что для меня, например, никогда материально, ну, материальный показатель никогда для меня не был важен, сто процентов. Я всегда выбирала мужчину по его мужским качествам. То есть он должен быть для меня добрым, хорошо воспитан, умным. Умный мужчина – это тот, который, какой бы вы ситуацией ни оказались, он всегда сумеет сообразить, как заработать деньги. Разрешить ситуацию, да? Да, 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 да. То есть добрым, заботливым, умным, хорошо воспитанным и очень важно уважающим своих родителей. О, красиво. Для меня это очень важно. Для меня это? Я, например, всегда, если знакомлюсь с мужчиной, я всегда интересуюсь про его отношения. Ну, как-то не напрямую, но косвенно как-то я узнаю. Пробиваю информацию. Да, я всегда узнаю, в каких отношениях он с родителями. Очень важно. Если, например, родителей нет в живых, ну, какие были отношения. У меня даже был опыт, когда я начинала общаться с молодым человеком, как-то не, ну, там, не сразу уточнила, потому что он как-то уходил от тем, а потом стала уточняться, потому что, как бы, ну, мне-то интересно, почему он не договорил. Мне как-то через месяц, через два я опять начала уточнить, а он, оказывается, вообще не созванивается ни с мамой, ни с папой на что-то там обиженный. Я для себя послала галочку, что мне с этим человеком не по пути, только лишь потому, что он не общается с родителями. Слушай, ситуации разные бывают, понимаешь? Слушай, тут может быть такая ситуация, что родители причины того, чтобы человек ушел на контакт. Родители не имеют на контакт. То есть тут дело не отношения с родителями, а отношения к родителям, на мой взгляд, ну, по идее. Да, безусловно, еще нужно бы, в идеале, узнавать, какие родители, потому что, да, действительно, бывает, что родители сами все усугубляют. Усугубляют так, что и палки в колеса, и там в семью начинают лезть. Возможно, они там натворили такого, что он уже не может это простить. Но у него, как бы, была сестра, но есть сестра, и его сестра, например, общается с родителями, все прекрасно. А у него какая-то просто там обида. Просто вот в чем-то не устроил. Я, как бы, там, по аналогию стала проводить, но он до такой степени еще был скрытым, закрытым. Он мне просто не говорит. Ну да, меня как-то все... В общем, я что хочу сказать. Вот на начале мы же не живем в такой стране, где нас просто выдают замуж, там, например, или мы начинаем встречаться с мужчиной, которую привели нам в мешке. Да. Мы же все узнаем, интересуемся. Поэтому я всегда за то, чтобы узнавать именно его личные качества. И нематериальные. Если мужчина умен, и ты мудра добра, ты своей мудростью, добротой, ты его просто будешь вдохновлять на все дела. На подвиги. Да. Если у него есть мозг, он придумает, что делать. Потому что он знает, что у него есть такая богиня. Она его всегда поддержит. Она его всегда поймет. И все будет хорошо. И неважно, в каком статусе вы встретили мужчину сейчас. Вот. Потому что если мужчина сейчас, например, богат, через месяц-два он может потерять все. Да. И вот ради того, что вы его полюбили за его доброту, мужество, уважение, за его воспитание, да, вы его уже не сможете бросить. Потому что вы еще попробуйте найти такого мужчину другого, который к вам будет так относиться. Ну и что, что он сейчас все потерял? Если у него есть мозг, он снова придумает, как заработать. И вас он будет обеспечивать. Это сто процентов. Потому что мужчины по своей природе, они благодарны. Но они знают, за что быть благодарны. За что они благодарны женщине? Они очень благодарны женщине, когда она его понимает, уважает и терпеливо. О, терпеливо. Терпеливо, да. Но это прям я такое назвала жесткое. Это слово, я думаю, да? Ну да. Это прям сразу. Если мужчина оскорбил, сразу все. Вот прямо в этот звоночек. И если, ну хорошо, всякое бывает. Может быть он в стрессе. Это тоже надо понимать. Мужчина в стрессе может сорвалось все, что. Вот, я про то, что в стрессе бывает, правильно? Горячка, так понимаю. Если у тебя есть голова на плечах, если ты мудра, если ты хитра немножко, ты понимаешь все это. То есть ты на его сто, ну как бы, ты с его стороны, как бы, можешь оценить, ну почему он себя так повел. Ну то есть вот у него какой-то стресс. Что-то там вот он переживает. И поэтому, ну так вот у него вырвалось. Ну что, у тебя не бывает такое? Я вот, например, насколько бы там, ну у меня не были хорошие качества, у меня тоже нет-нет, да бывает. Я не идеально. И я всегда, это совершенно, я понял. Я не идеально, но я точно знаю, за что я, за что меня мужчина может оценить. Потому что когда у него там проблемы или еще что-то, и может быть в финансах как-то не так, я его не брошу лишь потому, что у него по финансам сейчас провал. Ну я не, я не поступаю. Ну и вот, если мужчина оскорбил один раз, ну окей, ладно, обязательно. Если не извинился за это, не объяснил, дорогая, прости, был в панике, все, прости, не повториться. Но если вот даже не извинился, это не очень хорошо, надо, чтобы извинился, чтобы понял, что он причинил тебя будет. Но если второй раз, уже прямо звоночек. Звоночек, да? Да, это прямо звоночек. Это значит уже у него это норма. Норма. Про третий я уже молчу. Я всегда говорю, можно простить два раза, но пятый никогда. Два раза, но пятый никогда? Да. То есть есть вероятность того, что можно кое-что простить и третий, и четвертый раз, но потом пеняйте на себя. Хорошо, измену другой женщины можно простить? Нет. Совсем нет? Никогда? Я нет. Я против этого. Почему? Это же секс. Ну просто захотелось и все. Срать возникло. Ну как бы не любовь, ничего. Просто физика сработала. Для женщины это по-другому. То есть если женщина узнала про измену, это значит он как будто бы полюбил другую. Это мужчина изменил и просто для него это без чувств. А женщина это воспринимает по-другому. Женщина, которая любит своего мужчину, она не сможет простить. Не сможет простить? Ну нет, есть те, которые прощают. Прощают кто-то? Конечно прощают. А как они это делают? За счет чего? Ну я не знаю, что должен мужчина сделать. У меня такого не было, честно. Ну потому что не заслуживает. Да, богиня не заслуживает этого. Не заслуживает этого, согласись. Да. Истинная богиня, она той богиня, что она единственная неповторимая мужчина. Да, да. Конечно, конечно. Скажи такой вопрос. А у мужчины может быть много секса? Я ему говорю, пока у него нет богини. Пока у него нет божества, а со многими богинями просто отношения. Если мы говорим о высшем доверии женщины к мужчине, это секс без денег, без подарков, и у него много отношений, пока он не нашел свою вторую половинку. Такое может быть? Следующая остановка. Или это уже бредон? Если говорить на языке... На своем скажи языке. Хорошо. Я считаю, что да. Пока он свободный, да. То есть для тебя свобода – это отсутствие отношений в семейных, ты имеешь в виду? Когда они живем вместе, когда идет... Живете, не живете, нет, не важно, живете, не живете. А когда вы уже выступили в отношениях, вы можете жить в разных местах, но вы, например, в отношениях. Так. Здесь я считаю, что, ну, там, два, три, четыре партнера – это, ну, неправильно. Да, я понял. Если прям свободный человек, у него нет никаких отношений, пожалуйста, почему нет? Ну, это и для женщин, и для мужчин подходит? Женщина может быть такой свободной, когда много половых партнеров? Ну, но зато... Слышно, но если много половых партнеров за неделю, наверное, это... Нет, я не про неделю, родная. Я считаю, что это в принципе. Ну, для нашего современного мира это норма. Женщин свободный, да, может быть. Мне это интересует. Да. То есть пока нет отношений – гуляйте. Да, почему нет? Отношения появились, ребята, делайте выводы. Конечно. Забудите вы ответственность. Ответственность вы берете за отношения, за себя, за свое поведение или нет? Да, 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 все так. Мы сейчас говорим не про замужество, да, правильно? Не про замужество, не когда у вас штамп, не когда вы живете... Никогда у вас штамп, не когда вы живете вместе, не когда вы, ну, там, встречаетесь, но не живете. А когда вообще полностью свободны. Вы можете делать все, что вы хотите, но если вы в отношениях, вы уже взяли какие-то обязательства, По крайней мере, как минимум, обязательство быть честными друг с другом. Вы можете это не обговаривать, но это же само собой происходит. Лучше обговорить еще что-то. Лучше обговорить, да. А как обговорить, что вот с этого момента вы честны друг с другом? Если тебя спрашиваешь, ты где был, я тебе сразу честно говорю, я был у Кати сегодня, блондинь. Ну да, ну мне кажется, ну так-то да. Лучше, конечно, ответить честно, но мне кажется, когда вы знакомитесь, только друг друга познаете и уже хотите отношения, но еще не вступили в отношения, у нас язык для чего? Для того, чтобы мы общались. Но нужно как раз-таки эти моменты прямо надо проговаривать. Например, я в отношениях, вот лично я, это из моего опыта, я так и делаю. Я говорю прямо, честно, что в отношениях я приемлю, что нет. Если мужчина говорит, что он принимает это, что он в принципе такой же, такие же взгляды у него, все окей, класс. И очень круто, когда мужчина открыто, открыто общается на этой теме, ничего не утаивает. Но если он все-таки обманул, ну... Я тоже скрылась. Да, это скрылась. Из-за чего будут, друзья? Вот, я считаю, что нужно это все обговорить заранее, потому что мысли друг друга мечтать не умеем. Я хотела такие отношения, а вот он, оказывается, не догадался, оказывается, он подразумевал другие, и у него другой взгляд на отношения. Ну, камон, язык для чего? Обговаривайте все. Это же и есть способ найти себе подходящую половинку. Это же... Именно половинку, правильно? Да. А как ты поймешь, что это твоя половинка? Если у тебя, допустим, не было до этого много-много-много, ну, не много-много-много, а какой-то ряд мужчин и женщин, да, если ты там мужчин и женщин, конечно, вот, если ты не попробовал, ну, не... Вот, смотри, в чем вопрос? Вот если... Когда, точнее, когда встречаются мужчины и женщины? Ведь нужно же понять, физически мы подходим друг другу или нет. Может, мы духовно слияние есть, а физически мы не стыком у нас. Такое может же быть? Может. А в чем это? Из-за чего это может быть? Как ты думаешь? Физика из-за чего не совпадает? Просто не тактильная женщина, не нежный мужчина. Надо учиться тогда, или что? Ну, да. Просто вы не совпали по... Например, я люблю ласку побольше. А он любит жесть? А он любит, да, жесть. А как вы это поймете, пока не попробуйте? Пока не попробуйте. Даже если вы там это обсудите, вы же не можете прям точно это обсудить, ну, вот, а насколько ты жестко любишь? Насколько ты жестко любишься? Да, поэтому, но как-то это неизбежно. Все-таки, да, точная картинка про совпадение духовное и всего телесного тактильного все равно после начала отношений появляется. Слушай, ну, такой вопрос тогда. То есть ты не приемлишь отношения с замужним, с женатым мужчиной? Абсолютно нет. Я тоже. У меня были отношения и с женами олигархов, которые потом возвращались к олигархам и говорили, Юра, спасибо, ты поменял мою жизнь, потому что я полюбила мужа. Вот. Были такие моменты. То есть мы просто... У нас была безумная страсть, понимаешь, сейчас женщины. Вот. И она просто сходила с ума по мне, я сходил по ней, но это была страсть, понимаешь? То есть мы, наверное, физика... А, кстати, что такое страсть тогда, давай расскажем, на твой взгляд? Страсть и любовь? В чем отличие? Мне кажется, когда рядом с друг другом стоит и прям... Когда рядом с друг другом стоит, у нас не поймут. Так, окей. Когда на расстоянии невозможно не видеться долго, а когда встретились и между вами совсем маленькое расстояние, это все. Прямо накидываете друг на друга искры, да, это страсть. А любовь это... И здесь уже побольше прилагательных. Это уважение, это взаимоуважение, конечно, желательно. Это понимание друг друга, это ответственность как раз-таки вот это вот. А в страсти как раз-таки, мне кажется, не обязательно должна быть ответственность. А нет ощущения, что страсть это от лукавого дьявола? А любовь это от Бога. Не могу сказать, потому что я в эту тему не погружалась. А, хорошо. Я погружался. Могу сказать. Страсть это от дьявола, любовь это от Бога. Да? А как это тогда происходит? Почему? Ну, объясню. Для меня делал это ум. Вот. И когда включается страсть, ум начинает человека, человеком управлять. То есть он управляет эмоциями. Он тебя подсаживает на эмоции, на глубину. То есть для меня страсть это эмоции. А любовь это чувство. Чувство это глубина. Чувство это глубже, чем эмоции. Эмоции это поверхность чувств. Страсть это поверхность любви. И вот то, что на поверхности, это мелочи, это детали, в которых дьявол искрыт. Вот. Поэтому вот так. А Господь, Он глубоко внутри каждого, да, и Он через каждого транслирует. Поэтому после страсти может вспыхнуть любовь. Вот. Как и в любви может быть страсть. Поэтому лучший пилотаж, когда есть и то, и другое. А когда я либо одно, либо другое, тогда вопросы. Вот. Но без страсти прожить можно, а вот без любви попробуй проживи. Да. Вот. Ну, на этом, я думаю, у тебя есть какие-то вопросы ко мне, как мужчине, как творцу? Ну, да, мне бы хотелось, чтобы ты сказала, вот для тебя, что важно для женщин, чтобы, какие качества женщины для тебя важны? Ну, во-первых, я хочу, чтобы женщина была дура, думающая радостно. Ну, твоя дура, да, думающая радостно. А я дурак, думающий радостно Господь. Вот. И для меня, если женщина вдруг понимает, что сейчас я без денег, потому что служу людям, да, и у меня все, все мои курсы, все бесплатно, все мои знания бесплатные, и я только живу за счет того, что мне помогают люди, да, там, дарят мне подарки, оплачивают для меня еду и так далее, то как бы все нормально, если она это приемлет. Если она это не приемлет, она не дура, она умная. Там есть такое не по пути, понимаешь, да? Вот, поэтому я, я не зарабатываю деньги, я служу, понимаешь, я играю в деньги. Когда не есть, это хорошо, нет, ну, и слава Богу, понимаешь, Бог пошлет дальше. Вот и все. Я ценю в женщинах мудрость. Ты говоришь, умный мужчина принимает умные решения, а для меня все-таки умы, это ограниченное что-то. Мудрость, она совершеннее, да, она опирается на жизненный опыт, а не на логику и интеллект. Вот, хотя интеллект, как говорит мой друг Кирилл, да, интеллект, он изначально человеку дан для того, чтобы познавать окружающий мир, познавать себя, и познавать женщину, прежде всего, мужчине. Вот, но мудрость, она приходит со временем. Хотя рождаются мудрые дети, это тоже есть. Поэтому тут, наверное, еще мудрость, это проявление души человека. Еще один вопрос. Скажи, почему мужчины изменяют женщину? Мужчины изменяют женщину? Давай так, в браке мужчина, он изменяет своей жене. Ну, смотри, я приверженец, хотя я православный человек, но я приверженец мифа о том, что была Лилит и была Ева. Лилит, это была богиней, то есть, Адам был богом, а Лилит была богиней. Вот, а Ева была женой, она была земной женщиной, потому что была сделана из его ребра. Вот, и в итоге Ева кусила яблоко, чтобы почувствовать себя богиней. За это и поплатилась. Поэтому высший пилотаж мужчины, чтобы он не уходил от женщины из семьи и не искал себе Лилит на стороне, страсть ту самую. То есть, Лилит это страсть. А Ева это жена, это быт, это дом, это очаг, это любовь, это мудрость. Вот, Лилит, она все-таки больше такая провокаторша, да, и вот мужчина ждет провокации со стороны. Он увлекается, он подсаживается на страсть, и он реально начинает в женщине со стороны искать Лилит, понимаешь? И вот, если Ева, Еву предали в очередной раз, то есть, Ева в семье вдруг понимает, что мужчина ушел к Лилит, вот надо тогда задуматься, может тебе тоже в себе Лилит пробудить, может поработать над собой, может прийти к тому, что есть и Ева в тебе, и есть тебе Лилит, что ты можешь быть и страстной, и любящей, и опасной, и провокаторшей, вот, просто поработай над собой, вот и все. То есть, я правильно поняла тебя, что мужчина изменяет тогда, когда ему чего-то не хватает своей женщине? Даже могу сказать, чего? Интриги, интереса, честности, потому что некоторые женщины не договаривают, не проговаривают, а упрекают мужчин. Упреки – это высшее проявление неуважения к мужчине и к женщине. Для меня, когда начинает меня кто-то чем-то упрекать, у меня вопрос к такому человеку. Ты Бог, что ли? Что ты меня упрекаешь? Осуждают то же самое. Ты давно Богом стал, раз ты осуждаешь. Судит только Господь, упрекает только Господь. А Господь этого тоже не делает, Он никого не упрекает. Он просто принимает и все и задает вопросы. Вот и все. Отлично. А скажи, пожалуйста, последний вопрос, а мужчина может просить измену? Ну вот, ты можешь просить? Я могу просить измену женщине, если мы договоримся об этом. Если мне она объяснит, что было ядром ее измены. Возможно, может быть, возможно, причина во мне. Возможно, я ее подтолкнул на измену. Возможно, я сделал какой-то поступок, либо допустил какую-то мысль по отношению к ней, какое-то мое поведение было некорректным. И женщине пришлось идти на измену. Потому что она искала, как и мужчина, когда уходит из семьи, она искала поддержку на стороне. А от меня эти поддержки не получила. Вот и все. Если причина во мне, я тогда делаю все, чтобы внутри с собой договориться о том, что моя женщина, моя женщина. Даже если у нее был другой мужчина. Так, но я как девушка беру право забрать свой вопрос обратно. Я сейчас сказала, что это будет последний вопрос к тебе. Но я забираю эти слова, поэтому и задаю еще один вопрос. Продолжаем беседу. Да. А тебе не кажется, что простив один раз измену, даже если она случилась по твоей вине? По инициативе. Да. Вины нет. По инициативе. Что измена, это может повториться снова и снова и снова. вот если повторилась. Но подожди, я не закончила вопрос. Она измена второй раз повторилась, она тебе объясняет. Дорогой, но это опять, потому что ты мне вот это, это, это не дал. Ну смотри, а если бы то измена повторилась, тогда уже проблема у нее. Потому что после первой измены мы договоримся, что больше измен не будет. Так она может быть тебе в первый раз не все там рассказала, чего не хватает. Нет, я бы сейчас все рассказываю. Сразу. Я люблю, когда все сразу. Ну то есть второй раз бы не простил. Тут уже дело не прощение, второй раз бы просто не было. Если бы он был, это не моя женщина. Вот все. Ну да, я согласна. А зачем быть не со своей женщиной? Я вообще считаю, что, ну вот я, например, измену бы никогда не простила, но другие какие-то вещи, даже которые бы я, ну вот говорю, что я никогда не прощу, да, там, ну я не про измену, измену я бы никогда не простила. Ну, например, еще какие-то есть вещи, которые бы я не простила. Ну, например, я вранью ненавижу. Меня прям распирает. Если я узнаю, что меня обманули, я в Сталина превращаюсь. Я, во-первых, очень люблю Сталина. Ну, вранью, потому что Сталин добивался всегда истины. И поэтому надо понять, почему человек собрал, добиться истины от него. Вранью, до чего ему было? Во имя спасения тебя и себя? Либо он все-таки, все-таки делал то, что должен делать человек, когда под властью ума и лукавого дьявола. Да. Либо он пошел на поводу своего страха, своих убеждений и так далее. Ну вот, собственно, ты завершил мой ответ. То есть, если, вот я вранью не могу простить, но если я узнаю, ради чего это было сделано, то окей, это можно. Ну вот. Поэтому, наверное, и на этом мы закончим. Мы закончим на этом. Вот я хочу тебе в заключении спросить, самое главное. Когда женщина, как в 18 веке, оголяет грудь в общественных местах, я имею в виду, одевает декольте и так далее, а мужчина не может глаз отвести. Что делать? Какой мужчина? Ее мужчина или другой? Я могу вести глаз сейчас от твоих груди. Что мне делать? Ты сейчас рассказал просто, что я сижу с загоняем. Так, ну я просто наклонилась чуть-чуть. Сейчас сяду прямо. Я везде гуляю втроем, я весь день не могу отвести глаз от твоей груди. Я понимаю, что твой мужчина периодически это замечает. Мне что делать? Скажи, пожалуйста. Контролировать себя, Юра. Таким образом. Если это твоя история, я же не просил так одеваться, и твой мужчин так не просил. Твой выбор так был одеться, а мне что делать? Куда голодопрятать? Вперед, по сторонам, ну меня не смотреть. Ничего ты где-то так оделась. Это моя любимая жилетка. Я тоже, я тоже согласен. А это ты считаешь, как 18-летняя, да? Это слишком, это вот глубокая? Нет, это не глубокая, это хорошая, это норма. Для меня это норма. Хотя вот, кстати, мой мужчина говорит, что это норм. Я тебе говорю, что это норма. Вот, кстати, и вот я тут могу добавить про уважение мужчины. Если я, например, решу надеть что-то короткое или с вырезом, я обязательно спрошу у своего мужчины. Норма это? Я, как идущила. Спасибо. По-любому. Ну, то есть, как бы, пусть любует. Это вот как раз-таки про пунктик про взаимоуважение. Про уважение. Мы говорим самое главное сейчас. Для всех заповедей, мы сегодня об этом втроем говорили, для всех заповедей существует ключ. Всему, во всем мира. Всему своя мира. Поэтому можно одевать и короткое, и длинное. Что хотите одевать. Если мира нарушена, вопросы. Кто в этот момент? Это все. На этом мы завершим, друзья. С вами был Юрий Шабанов, февралятор кино и божество Ирвин.